Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и мы начинаем наш биткоин-обзор. Что происходит на графике? Происходит небольшой такой рост, который приводит нас на дневном таймфрейме к сетке EMA Ribbon. Что это означает для биткоина? Давайте-ка подумаем с вами. С одной стороны рисуем разворотное W, и похоже, что сетка EMA Ribbon сейчас выступает сопротивлением, но если мы пробиваемся над ней и закрепляемся над ней, то, соответственно, это разворотный паттерн, цели, по которому, ну, как минимум, вот этот восходящий коридорчик, это, как мы уже с вами обсуждали, 32-36 тысяч долларов по биткоину. Ближайшие цели, краткосрочные, а более долгоиграющие, это, соответственно, вот этот вот канал цены, который у нас тут с вами давно еще шел, средневзвешенный канал цены, это 44-55 тысяч долларов за один биткоин. Это такой бычий, оптимистичный, веселый сценарий. Но давайте попробуем ответить сегодня на другой вопрос, на более философский вопрос. Почему, собственно, биткоин должен стоить так дорого и в чем вообще ценность биткоина? Мы об этом с вами делали несколько раз уже видео на нашем канале, но очень много новичков сейчас, я вижу, входит в рынок, очень много неокрепших умов еще, которые пришли за быстрыми иксами, но, тем не менее, многие разбираются в теме и хотят, так сказать, по-серьезному отнестись и хотят в долгосрок накапливать позиции. Поэтому давайте я вам попробую объяснить в этом видео, в чем, собственно, ценность биткоина и биткоин-стандарта. И также мы еще обсудим, на какую криптовалюту мир должен перейти в ближайшем будущем. И я вам хочу сказать, что это не биткоин, ребята, это не биткоин. Поэтому, если вам интересно, нравится такой контент, не забудьте пропампить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик и мы начинаем. Итак, максимально коротко и понятно, в чем ценность биткоина. Что люди доверяют этой системе, этому блокчейну, этому распределенному реестру и этой децентрализованной книге всех транзакций и данных за всю историю сети, которая хранится равноправно на всех узлах. Что это значит? Это значит следующее, что, смотрите, биткоины, которыми вы владеете, это кусок кода, это не что иное. Деньги на блокчейне, они не на флешке и не в кошельке у вас, они внутри сети, внутри блокчейна. Блокчейн – это как торрент-сеть, то есть деньги, они как бы везде и нигде. У всех узлов в сети, они записаны в едином журнале. Это и есть блокчейн. И ценность именно в этом. В том, что максимум, в коде прописано, что максимум будет 21 миллион биткоинов. Я надеюсь, вы это все знаете, что уже 91% всех когда-либо существующих и будущих существовать биткоинов уже добыто. Я надеюсь, что это все знают. Но много новичков, которые могут быть не в курсе. Всего 21 миллион монет, понимаете? Теперь давайте прикинем. В мире людей, по-моему, порядка 7 миллиардов. Ну да, вот Яндекс говорит, что почти 8 миллиардов населения Земли. Соответственно, делаем сами математику с вами. 21 миллион монет делим на 8 миллиардов человек и получаем среднее значение на каждого человека. То есть биткоинов столько сейчас. Это даже если мы не берем во внимание утерянные навсегда, ребята. Есть несколько миллионов биткоинов. Доступ, которым мечтают люди сейчас получить, но он уже утрачен навсегда. Даже если мы берем во внимание все биткоины. Мы получаем цифру 0,002 BTC в среднем на человека. А с учетом того, что я вам сказал, это еще меньше. Ну, до 0,02 можно округлить. Другими словами, это 200 тысяч сатоши, друзья. 200 тысяч сатоши, ну, 250 – это среднее количество биткоинов, которым может завладеть человек в мире. То есть биткоинов на всех не хватит. И вот к этой мысли я и хотел подвести, ребята, что долларов, как мы знаем с вами, напечатали просто триллионы. За последнее время, за последние несколько лет долларов напечатали как минимум X2. ФРС США, скажите им большое спасибо. А биткоинов больше не стало. Их становится больше, но очень планомерно, медленно, все меньше и меньше новых биткоинов производится. Поэтому, что здесь происходит-то? На самом деле, дикий дефицит биткоинов на биржах. То есть люди выводят свои монеты на холодные кошельки. Мы видим количество адресов, аккумулирующие более одного BTC на кошельках, растут. Растут в геометрической прогрессии и переписывают all-time high. Мы видим хешрейт сети биткоина, тоже переписывают all-time high. Соответственно, мы видим то, что у нас происходит сетевой эффект. Сейчас мы все еще с вами, знаете где? Где-то вот здесь вот, если вы хотите поспекулировать. Потому что, смотрите, я объясню. Вот отдаляемся на недельку. Даже тут очень интересный теханализ можно сделать. Обратите внимание. Вот у нас была какая-то первая трендовая здесь, мы ее даже не видим. Потом у нас эта трендовая начала более-менее ускоряться вот здесь до ковид-дампа. Потом вот здесь у нас уже пошло ускорение трендовое, посмотрите. Сейчас у нас вот такая трендовая, которая была ложно пробита вниз, как на ковид-дампе, по моему мнению. Теперь дальше нас ждет что? Следующая просто гиперпараболическая трендовая. Потому что вот так вот обычно строятся, собственно, экспоненциальные графики. И биткоин может просто взять и за год сейчас, или там за полтора, я не знаю, за пол даже года, просто выстрелить куда-нибудь к межгалактическим значениям. Потому что обратите внимание, как эта парабола сейчас как раз и убыстряется. И в логарифме это будет абсолютно нормально, то, что я нарисовал, за исключением самих трендовых, потому что они съехали. Тем не менее, это будет вот такая вот нормальная змейка. Вот и все. Поэтому, почему это может сделать биткоин? Да потому что, ребята, биткоинов, как я уже сказал, на всех не хватит. Зато на всех хватит. Сатош. И вот та валюта, о которой я хотел с вами поговорить. Надо понимать, что биткоин – это уже сейчас недосягаемая величина для многих, даже по цене в 20 тысяч долларов. Но в одном биткоине, ребята, 100 миллионов сатоши. 100 миллионов сатоши содержится в одном битке. Соответственно, почему на сатоши-то надо переходить, а не на битки? Да потому что уже мы понимаем с вами, что биткоин по 20 тысяч долларов – это достаточно недосягаемая величина для многих. При такой модели, где мы имеем дико неустойчивый курс доллара США, потому что вот, посмотрите, вот перед вами курс доллара США в биткоинах. Ну, это как бы скам лютый вообще. И сейчас находится на отскоке дохлой кошки, то есть прям шорти не хочу, как говорится. Но при такой модели, где все перестают верить в доллар, а я думаю, что мы уже к этому очень близки, вы как сами видите, и в другие фиатные валюты. Но при этом есть жесткий биткоин-стандарт, есть жесткий код, где ограничено точно, что всего 21 миллион монет, что их очень сложно добыть, украсть, если правильно хранить. Опять же, возвращаясь к теме, очень важно правильно хранить, guys. Правильно хранить – это, конечно же, ребята, на вот такой вот флешечке, на Ledger или на Trezor, где вам удобнее. Хоть на холодном кошельке обычном. Я вам не буду показывать количество, но аллокацию, кому интересно, у меня сейчас вот примерно такая аллокация на одном из холодильничков. Вот. Но это не финансовый совет, дисклеймер, это просто так разговор о том, как правильно хранить ваши монеты. Ну и вот, и что касается цены, Сатоши, я думаю, что имеет место предположить, что, прикиньте, доллар, например, жестко обесценивается, в тысячу раз идет инфляция, а это неизбежно. Соответственно, люди перестают верить в фиатную систему, в банки, которые их блочат, в эти скамы, и начинают верить в биток активнее, как в интернет в начале 2000-х. В итоге все его начинают использовать. И что вы думаете? Я думаю, что легко, чтобы удержать, как бы, мерило ценности, если доллар будет так дешеветь, извините меня, что 1000 долларов это будет как доллар, то смысл в нем продолжать считать. Если нас продолжают грабить из наших же карманов, ФРС шлепают, сколько хотят бумажек этих и банковских этих виртуальных денег. CBDC сейчас вам сделают, что вы будете CBDC использовать, типа нормальная обеспеченная валюта. Чем она обеспечена? Ржавыми танками и ложью этих, блин, чиновников. Да я вас умоляю. Фишка-то в том, что биткоин обеспечен своим кодом. Он обеспечен доверием людей к коду. Код – это закон. И в этом коде прописано не больше, чем 21 миллион монет, не больше, чем 100 миллионов сатоши в одном биткоине. И таким образом получается, что мы имеем 100 миллионов сатоши, умноженные на 21 миллион монет. Мы имеем вот такую цифру в сатошах. Вот я даже проверил специально в Яндексе. Это 2 квадриллиона сатоши, ребята. 2 и 1 квадриллион сатоши. В принципе, нормальное число, чтобы на всех хватило. Я думаю, что долларов к тому времени будет тоже примерно вот столько. Соответственно, 1 сатоши будет равняться 1 доллар вполне себе нормально. В таком случае, 1 биткоин будет стоить 100 миллионов долларов. Приготовьтесь просто к такому сценарию, что будет полный общий апокалипсис в плане фиатных валют, в плане голода на земле и так далее. А биток будет просто расти, расти и расти. Потому что, действительно, это единственный честный протокол. О чем, кстати, Андреас Антонополос прекрасно говорит в одной из своих лекций. Обязательно ее посмотрите. Если не видели, сейчас она появится у вас сверху. Ну а пока локально, друзья, что тут сказать. Вот есть сопротивление на RSI, которое стоит пробить. Мы пока еще даже ничего там на хайконаже еще даже не шевелимся. Но вот на дневке уже шевелимся. На дневке уже его пробиваем. Короче говоря, конечно же, тузамун. Но аккуратно. Сейчас больший риск это не быть в биткоине, чем быть в нем. Тем более после настолько сильной коррекции на 72%. Да, мы можем упасть еще на 80% и валяться вот здесь. Можем. Но, на мой взгляд, вам нужно сейчас активно аккумулировать всю вот эту зону. И не останавливаться, аккумулировать даже выше. Потому что это не хай, ребята. Это только начало в этой теме. Я тут практически уверен. Вот. Все мои сделочки держу. Продолжаю. Торгую на Bybit. Ссылка на биржу в описании. Очень удобно здесь торговать. Все классно. Вообще шикарно. Если вы не видели обзор по этой бирже, посмотрите обязательно. Вот сейчас торгую паттерн Кобра. По дэшу и по другим монетам. Жду очень сильный отстрел наверх. Пишите в комментариях, что вы думаете, как торгуете вы. И ходите ли вы на холодных кошельках. Напишите, пожалуйста. Это очень важно. Старайтесь, пожалуйста, большую часть своих инвестиций держать в долгосрок на холодных кошельках. И не торгуйте на все на бирже. Вот такой вот нефинансовый совет дисклеймер сегодня от Гринни. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Пампите лайки, если хотите, чтобы биточек еще порос. Если хотите, чтобы он упал и вы в шортах, то пишите комментарии. И помните, тренд – это ваш друг. Всем профитроли. До следующей встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова